И всем привет дорогие друзья, с вами Донни и сегодня мы играем GTA 5 реальная жизнь. Ну что ж друзья, продолжаем марафон записи кучи серий в один день. Если вы смотрите этот ролик во вторник, то это означает, что я успел смонтировать еще один ролик для вас. И сегодня будет скорее всего опять-таки серия не очень большая. Честно говоря, пока не могу сказать точно, но я думаю, что она скорее всего будет маленькая, потому что, как я уже говорил, сейчас я нахожусь в отъезде, меня не будет целую неделю, я стараюсь записать как можно больше роликов для вас, чтобы вам было что смотреть на моем канале, пока меня не будет. Ну что ж ребятки, сегодня мы будем заниматься своим пикапом. Помните в прошлой серии, ой нет, не в прошлой серии, две серии назад на мой дом, который находится в деревне, напали какие-то рейдеры и они разбили мой пикап, там разобрали двери там и так далее. То есть не было капота, не было крышки багажника, также они там испортили ходовую, испортили мне трансмиссию, двигатель, то есть все было просто в хламину. И сейчас вроде как мне механик позвонил и сказал мне, что мой пикап вроде как уже готов. Но ребятки, на самом деле я даже немножко усовершенствовал его. Так, до свидания, я ухожу. Так вот, я его немножко так усовершенствовал, спускаемся вниз. Ну так вот, короче говоря, пикап я усовершенствовал, сделал его более таким, более мощным, более дерзким. И сейчас я поеду покажу, что же, собственно говоря, получилось с ним сделать. Так, ну что ж, заводим свой Мерин. Так, значит, выезжаем. Нам бы там ни в кого не врезаться. Там ровер стоит. Так, нормально, выезжаем. И поехали. Собственно говоря, в Сэнди Шорс. Да, наш пикап находится в Сэнди Шорсе. Там у нас находится мастерская. Так, выезжаем. Так, а нам бы как-нибудь здесь выехать. Может быть мы можем как-нибудь так вот. Ага, можем, нормально. Я думаю, что мы сейчас как-нибудь на шоссе заедем. И там уже в топе мы поедем уже по шоссе в Сэнди Шорс. Так, ну что ж, выезжаем. Поехали. Так, мы здесь впишемся, не впишемся. Че вы стоите? А, красный. Даже не видел светофора. Думал, просто пешеходный переход без светофора. Оказывается, стоит светофор. Окей, ладно, стоим, пока ждем. Ну что ж, друзья. Честно говоря, как вы понимаете, эту серию я записываю в тот же день, когда записывал и прошлую серию. Впереди у меня еще две серии. То есть впереди я еще буду записывать третью серию по реальной жизни. И еще впереди у меня серия по тест-драйву. Честно говоря, пока я не знаю, успею ли я. Я думаю, что я успею записать, но успею ли я смонтировать и отрендерить, я не знаю, честно говоря. Надеюсь, что я успею. Так, ну что ж, поворачиваем. Поехали. Так вот. Поворачиваем здесь налево. Так вот, нормально все. Отлично. Вписываемся и поехали. Так вот, что у нас происходит с пикапом? Там мы усовершенствовали теперь ходовую. Поставили новый движок полностью, то есть помните, у нас был такой, ну как бы, довольно-таки простенький такой стоковый движок от Форда. Теперь я его усовершенствовал. Теперь движок, ребятки, стал более-более мощный. Также мы сам вид изменили. Теперь у нас вид стал... Значит, смотрите, что у нас изменилось. Значит, мы положили запаску, значит, в кузов. Также у нас изменился бампер. Такой противоударный стал бампер. Мы поставили такую трубу из капота, забыл, как называется, такое забавное слово, блин, забыл. Ладно, особо не важно. Мы поставили, значит, так вот, осторожно, осторожно, нормально все. Так вот. Мы поставили подножки. И также мы изменили салон. То есть, по идее, вообще, пикап стал такой более мощный. Это меня реально радует. То есть, я думал, что на самом деле пикап я, скорее всего, заброшу. Но такого случилось. Нас пытались ограбить. Пикап мы разобрали. И это дало мне мотивацию, чтобы мой пикап перевести в порядок. И тем самым мы... Так, осторожно, нам здесь не врезаться никого. Так вот. Объезжаем даже. Мы так вот третьим рядом нормально. Так вот. Это дало мне мотивацию. И благодаря этому я даже смог свой пикап усовершенствовать. То есть, я его починил и сделал более крутым. Ну что ж. Сейчас по этим посмотрим. Думаю, что в этой серии мы просто его посмотрим. А вот в следующей серии мы его затестируем. Думаю, что мы, скорее всего, когда-нибудь на гору Чилет заберемся на нем. Да, я знаю, что мы уже на нем забирались, на гору Чилет. Это было даже на стриме, если не ошибаюсь. Так вот. Он сейчас стал более мощный. И почему бы не пробовать еще раз? То есть, как бы, грех не пробовать протингованный пикап. Ну что ж. Втапливаем, друзья. И погнали по шоссе. Так, у нас довольно-таки мало бензона. Думаю, что мы справимся. Думаю, что мы сможем доехать. Если все будет отлично, то я думаю, что завтра, то есть в среду, у нас выйдет серия по тест-драйву. Если ее не будет, то это означает, что я не успел. Не успел, скорее всего, отрендерить ролики. Перед тем, как я уехал, то есть всякое такое может быть. И да, ребятки, на самом деле, давайте такой вот даже проведем интерактив. Пишите в комментариях, успею ли я записать 4 серии за один день. И, так сказать, смонтировать их. Еще отрендерить и залить на YouTube. То есть, смогу ли я или нет. Вот мне реально, на самом деле, пока я сам не знаю, смогу ли я или нет. Блин, конечно, просто жесть. Окей, так, давайте мы сейчас заправимся. Потому что у нас почти уже нет бензина. Так, заезжаем на заправочку. И мне, пожалуйста, полный-полный бак. Вот так вот мне. Да, вот так вот полный бак. Отлично, все, мы заправились, выезжаем. Так, можно ехать? А, здесь, в принципе, такая прилегающая дорога. Можно ехать, думаю, что да. Так, ворачиваем здесь налево. Выезжаем на шоссе, друзья. И втапливаем. Думаю, что эта серия будет тоже минут где-нибудь на 8, на 9, на 10 от силы. Вот. Ну, я надеюсь, что вы меня понимаете. То есть не будете ставить много дизлайков из-за того, что серии короткие. Ну, просто я думаю, что вы меня поймете. Потому что, на самом деле, очень тяжело записывать 4 серии в один день. Это реально очень тяжело. Так, ну что ж, мы уже почти подъехали. Мы уже почти подъехали к месту, где стоит наш пикап. Так, вот мы здесь езжаем уже на заправочку. И вроде бы... Да, вот он стоит. Вот он стоит, друзья. Вот он, красавец. Так, паркуем наш Мерин. Так, вот паркуем. Ставим на сигналочку. Выходим. Давайте осмотрим его. Давайте его осмотрим. Так. О, друзья. Вот это, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Форд Раптор. Так. Что у нас бросается в глаза? Мать его. Это здоровенный противоударник. То есть это здоровенный... Блин, как он называется? Ну, это, по идее, как передний бампер. Но, как это называется вообще? Забыл. Штука типа противоударных. Так называется. Также, ребятки, у нас есть на переднем бампере лебедка. То есть мы можем, в принципе, кого-нибудь зацепить. Там, вытащить из грязи, например. То есть такой, знаете, второстепенный спинтайрос. Также я заметил, что у нас изменена решетка радиатора. То есть теперь слово Форд написано такими... Ну, получается как будто стеклом, что ли, сделано. Прикольно, прикольно. Также такие вот здесь кнопки. Такого же, из такого же материала. Очень классно. Также есть противотуманники. Блин, как это круто. Значит, у нас здесь подножки. То есть есть такие подножки у нас здесь. И, конечно же, ребятки, здоровенное-здоровенное колесо, которое находится в кузове Форда Раптора. Или же Форд F-150. То есть как хотите, называйте. Это просто реально очень классно. Это реально очень мощно. На самом деле, я особо этим даже кузовом не пользовался. То есть, возможно, предполагалось, что я буду возить какие-нибудь материалы или продукты. Нет, на самом деле, этим я не занимаюсь. То есть этот кузов я использую теперь для запаски. И также, друзья, у нас есть... Как это называется фигня? Забыл как-то... Ш-ш-ш... Блин. Не знаю. Забыл как называется. Это, в общем, труба, которая из капота вылезает. То есть, которая повышает, в принципе, нам проходимость по таким грязным местам. Там, по воде и так далее. Забыл как называется. Реально. Напишите в комментариях, как называется эта фигня. Потому что, на самом деле, забыл. Так. И, собственно говоря, у нас впереди салон. Что же у нас изменилось по нашему салончику? Садимся в наш фордик. Садимся в форд раптор. Заводим его. Так. Вот это звук. Вот это звук. Так. Звук изменился. Я чувствую. Так. Радио выключено. Значит, что у нас по салону? Реально, салон стал более такой... Более спортивный, что ли. То есть, мне нравится. Мне реально очень нравится. Также изменилась приборная панель. Я вижу. Значит, у нас изменилось, получается, дисплей. То есть, теперь у нас есть дисплей. Раньше я помню, что была просто магнитола. Вот. Ну что ж. В принципе, мне очень нравится. То есть, как бы, он изменился, стал более мощным. Это после того, как он был просто убитый в хламину. Когда его разобрали. Это реально очень классно. Ну что ж, ребятки. Думаю, что на этом мы сегодня будем заканчивать. Да, да. Я знаю, что она очень маленькая. Ну, пожалуйста, на меня не злитесь. Потому что вы бы знали, через что я сегодня прохожу. Чтобы сделать для вас как можно больше контента на всю неделю. Поэтому я надеюсь, что вы меня поддержите. И поставите лайк под этим видосиком. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok